Льды трёхметровой толщины сковали океан. Сегодня на наших глазах происходит истинное открытие Севера. Значение его для людей неоценимо, а масштабы его сравнить можно с освоением богатств мирового океана или исследованием космоса. 69-я параллель. До Северного полюса отсюда рукой подойдет. Полуостров Таймур. Выступая далеко в океан, он как будто рассекает полярные льды. Вечная мерзлота сковала эту землю на 300-400, а то и на 500 метров в глубину. Говорят, суровее этого края на всей земле лишь Антарктида. А человек с незапамятных времен тянулся сюда, на север Сибири, в крайне смертных богатствах. Среди первооткрывателей Таймыра был и Афанасий Бегичев. Русский моряк и полярный путешественник, память о котором хранят монумент на Диксоне и название открытых им островов в устье Енисея. Енисей. Великая река. Дорога к полярному океану. По этой дороге и пошли пароходы и баржи, когда люди страны Советов решили стереть с карты севера белый цвет. Цвет, которым обозначают территорию неизведанную и незаселенную. Сегодня, в соответствии с государственными планами, на комплексное освоение севера нацелены самые современные достижения науки и техники. Отпускаются огромные средства и встают на диких прежде берегах новые города. Была внизу в Енисея деревенька Дудинка. Пять или шесть домов. А сейчас это крупный порт, ворота Таймыра. Тысячи тысяч разнообразных грузов, многотонные контейнеры, мебель, машины, детские игрушки, оборудование, телевизоры. Словом, все, что нужно для нормальной жизни людей. Осваивается север стремительно. И лучше всего это видно на примере Норильска, главного города Таймыра. Это город, где месяцами солнце не выходит из-за горизонта. А тундра начинается там, где кончаются улицы. Это первый жилой дом Норильска. Избушка, срубленная геологом Николаем Урванцевым и его спутниками в 1921 году. Теперь здесь музей, реликвия города. В 1919-м, вскоре после Октябрьской революции, Урванцев прибыл на пароходе в Дудинку, чтобы отправиться на поиски угля. Уголь был нужен кораблям, заходившим в устье Енисея. А в 1923-м Николай и Елизавета Урванцевы совершили свадебное путешествие от Дудинки до будущего Норильска на собачьи упряжки. Молодых чуть не похоронила пурга, однако обошлось. В этих местах, в первой же своей экспедиции, Урванцев нашел медно-никелевую руду. Месторождение уникальное и при том удачное сочетание с углем. 60 элементов таблицы Менделеева содержит таймырская руда. Вот почему идут за этой рудой все глубже и глубже. Ствол рудника Октябрьский пробит в скале и в промерзшем грунте на километровую глубину. В этой клете можно испытать миг невесомости. Рудник часть крупнейшего комбината. Собственно, история Норильска и начинается с того дня, когда было принято решение о строительстве горно-металлургического комплекса. 23 июня 1935 года. Итак, мы на подземных улицах рудника Октябрьский. За последние годы их длина увеличилась на 60 километров. Строители приходят сюда первыми, чтобы сделать доступной ценнейшую руду на глубине 1000-1500 метров. Руд горняка тяжелый. Поэтому ученые стремятся заменить человека в шахте машиной. Рудник Октябрьский еще один шаг к цели. Шахте без шахтера. А когда человека на глубине заменит машина, комбинат непременно предоставит ему другую работу по специальности. На севере дорог каждый специалист, каждый квалифицированный рабочий. КОНЕЦ Институт горного дела в Новосибирске. Пока люди еще работают в шахте, поиски науки направлены на защиту их сил и здоровья. Ученые Сибирского отделения Академии наук СССР моделируют процессы, происходящие в толще горных пород. Важно не пропустить момент, когда подземный пласт, потревоженный человеком, начинает, как говорят горняки, дышать. Если научиться по приборам заблаговременно определять наступление этого момента, можно предсказать горный удар, обвал, бедствие ранее непредсказуемое и потому роковое. Расчеты, сделанные в институте, проверяют в шахте. Исследователи располагаются со своими приборами прямо в забоях под землей. Так было в памятный сентябрьский день 1976 года. Ритмично работали механизмы, рудник жил и трудился, как обычно. Прослушивая пульс земных недр, ученые определили, что порода забеспокоилась, напряжена. Они настоятельно рекомендовали поднять людей на поверхность. Так и сделали. Людей и наиболее ценные механизмы вывезли из-за боя за 12 часов до предполагаемой катастрофы. Обвалы никого не застали врасплох. В Норильске 288 дней в году морозные. И два месяца сплошная тьма. Свет и тепло от электрического сердца города, Усть-Хантайской ГЭС. 17 ее этажей под землей в скале. Здесь говорят, у нас 12 месяцев зима, а все остальные лето. Но если всерьез, то лето создают сами люди. И в арктическую ночь жизнь идет своим чередом. Работает все как обычно. Даже детское кафе. Впрочем, это, наверное, единственное в мире ночное кафе для детей. Кафе для детей. Конечно, 69-я параллель дает себя знать. Провели в городе опрос. Чего вам не хватает, когда нет солнца? 8 человек из 10 ответили солнце. Среди льгот, предоставленных государством северянам, сибирский денежный коэффициент. На каждые 100 рублей заработной платы 80 рублей дополнительно. И еще специальная норильская надбавка. После 4 лет работы она достигает 80% зарплаты. Практически заработки здесь в 2,5 раза выше, чем в других районах страны. Плюс к этому 53 дня оплачиваемого отпуска каждый год. Норильский комбинат Давший жизнь городу крупнейший, может быть, самый крупный горно-металлургический комплекс на столь северной широте. Выход меди, чистого кобальта, никеля в ближайшие годы увеличится почти в 2 раза. За 5 лет будет сделано столько, сколько за предыдущие 40 лет разработки таймырских металлов. Огромная роль в обеспечении этих темпов предназначена науке. Конкретный пример. Известно, одна и та же печь в разные рабочие смены выдает разное количество металла. Все зависит от того, кто управляет плавкой. И тут ученым есть о чем посоветоваться друг с другом и с электронно-вычислительной машиной. Сеанс прямой дистанционной связи Норильск-Красноярск. Диалог компьютеров. Из вычислительного центра комбината на расстоянии в полторы тысячи километров передаются данные, полученные непосредственно на производстве. Компьютер анализирует их и выдает рекомендации, перебирая все возможные варианты получения высокого процента чистого металла. Такие рекомендации полезны даже тем, кого называют профессорами и академиками в своем рабочем деле. Игорь Петрович Гришко. Опытный плавильщик. Он один из тех, кого север притянул на всю жизнь. Многие этот край не выдерживают в первую же полярную ночь. А Гришко, уроженец Украины, с ее мягким и теплым климатом, живет здесь уже 20 лет. После смены он с женой, она тоже работает на комбинате, часто ездит в профилактории Валюк. Путевку сюда выдают рабочим инженерам на месяц, бесплатно и не в счет отпуска. Утром на работу, а после смены отдых, лечебные процедуры. Неизменная забота врачей плюс порция положительных эмоций. Питание, овощи, фрукты здесь получают также за счет комбината. Не так давно трехэтажное здание в Норильске считалось пределом градостроительных возможностей на вечной мерзлоте. А сейчас стоят многоэтажные дома. Растет город. На заседании городского совета обсуждаются планы дальнейшего развития Норильска. Среди народных депутатов и человек, 30 лет назад начинавший мастером на медном заводе. Потом стал он главным диспетчером, главным инженером. А сейчас генеральный директор Норильского комбината Борис Иванович Колесников. В 10-й пятилетке в Норильске будет построено около 900 тысяч квадратных метров полезной площади в жилых домах, 15 детских садов, 10 школ, ряд объектов здравоохранения и спорта. Учитывая, что Норильский комбинат является сложным и многостильным предприятием, для нас особое значение приобретает вопросы социального развития нашего коллектива во всем их многоразии. Из каждых 10-ти норильчан трое моложе 16-ти лет. Когда-то ученые, познакомившись с природными условиями Крайнего Севера, дали такое заключение. Здесь могут жить только мужчины до 35-ти лет, которым после двухлетнего пребывания надлежит в обязательном порядке 6 месяцев лечиться в санатории. Надо было создать в этом суровом крае такие условия, которые позволили бы растить здесь десятки тысяч здоровых и веселых ребятишек. В Норильске, например, пятилетний план предусматривает 10 новых школ на 10 тысяч учащихся, 15 новых детских садов на 4 с лишним тысячи малышей. Строят новые ясли и детские сады с бассейнами, спортзалами, музыкальными гостиными. Дворец спорта Арктика, Это 3 тысячи зрителей, которые собираются на матче первенства СССР по хоккею или показательные выступления лучших фигуристов мира. Здесь были звезды фигурного катания из разных стран и звезды балета на льду. А ленинградская Ice Review привозит сюда свои премьеры даже раньше, чем показывает их в Москве. И это уже традиция. Представления и концерты, спортивные тренировки и не только для спортсменов. Это дом здоровья для всех норильчан. На улице минус 45 по Цельсию. Норильские моржи предмет не только восхищения, но и особых наблюдений медиков. В лаборатории полярной медицины их удивительная устойчивость к холоду исследуется как своеобразный эталон, с которым можно сравнивать возможности организма и простых смертных. медики работают по комплексной программе, которая названа в духе времени «Пятилетний план здоровья». Они изучают реакцию человека на особые условия труда. Строительство нового металлургического комплекса Надеждинского потребовало новых исследований. Новый завод строят более 10 тысяч человек и каждый под пристальным вниманием медиков. Ученые и врачи стремятся дать обоснованные советы рабочим и строителям, где, по какой специальности им лучше, целесообразнее работать. Легче ли перенесет человек ветер и холод на открытой площадке или, наоборот, горячий цех? Полярная медицина выдвинулась сегодня на передовые рубежи. Она занимается проблемами адаптации человека в экстремальных условиях Арктики и Антарктики и даже холодного космического безмолвия. Конгресс по полярной медицине в Новосибирске собрал крупнейших специалистов всей страны и зарубежных ученых. Сообщения о таймырских исследованиях были встречены с особым вниманием. Президент сибирского филиала Академии медицинских наук СССР Академик Казначеев руководит исследованиями на крайнем селе. Надежда Надеждинский металлургический завод Важнейшая стройка наших дней в Заполярье Температура зимой минус 50 Ветер до 40 метров в секунду Это на земле А на высоте башенного крана В пургу ничего не видно на расстоянии в один метр Устоять на ногах можно лишь держась за специальное крепление А люди работают и работают хорошо Потому что наука помогает им преодолеть арктические перегрузки Северяне живут в суровом полярном климате Зато они сами создают особый климат нравственный психологический эстетический И вот какую особенность заметили медики В Заполярье значительно легче жить и работать людям общительным открытым На календаре апрель весна На термометре минус 35 градусов толщина льда 2,5 метра Круглый год действует теперь Северный морской путь Идут к Таймыру и другим северным берегам караваны судов Их ведут мощные атомоходы Освоение Продолжение природных ресурсов высоких широт и комплексное развитие производительных сил северных регионов – одна из важнейших экономических задач нашего государства на длительное время. Вот так человек осваивает Заполярье. И суровый край, где природа поставила непреодолимые, казалось, заслоны, становится современным, промышленно развитым, обжитым. Несмотря на 69-ю параллель, несмотря на то, что до Северного полюса отсюда рукой подать. Северного полюса Северного полюса